Ежедневно сотрудники Уральского аварийно-спасательного формирования выходят в рейды. Их маршрут – прибрежная зона водоема в черте города. Сегодня это необходимость, отмечают специалисты. Слабое покрытие заводей таит в себе смертельную опасность. Но желающих прогуляться по берегу и даже выйти на лед немало. Есть у нас вот эта, как мы говорим, лагуна, залив в районе пляжа. Был уже зафиксирован первый случай выхода рыбаков на лед. Два человека выходило. Мы через систему ЕДДС подзвонили, сообщили, приехали сотрудники полиции. Все, провели с ними беседы. И сегодня уже тоже в диспетчерской службе города находится система лесохран, которая ведет в автоматическом режиме наблюдения за водной экваторией реки. И вот по монитору мы выявили, что один рыбак сидит прямо среди залива. С начала текущей недели ежедневно ведется патрулирование. Спасатели предупреждают всех желающих провести время возле реки об опасности. Выходить на водоемы можно только после того, как лед окрепнет и станет не менее 8 сантиметров толщиной. Помимо патрулирования мы еще и производим дежурство в районе 2-3 часов, полтора часа, в зависимости от погоды. Именно дежурство, где есть вероятность выхода, может быть, детей или дети будут идти к речке. Плюс к этому всему мы заезжаем на наш условный пляж, спасатели выезжают, объезжаем эту территорию, едем сюда к речке Колосья. Там на данный момент еще речка не замерзла, течет ручей. Профилактические рейды продолжатся до полного ледостава на сибирских водоемах. Продолжение следует...